так ребят делаю заливку на youtube обновляю сразу же свою запись на гг показ по размеру файла это самый быстрейший матч жаль конечно либо получается лайф абсолютно правильно сделал у него законтрил просто в хлам своей агрессии больше лил был тоже очень агрессивный игрок и очевидно что лучшая защита это нападение всегда было такое но лил был совсем не справился ну конечно вот так приехать на турнир чтобы вот так вот отыграть тоже блин ну не знаю короче ребят все все ли вы молодец ну лайф оказался нихрена не гидрой понял мината но это все съезды как-то типа либо уже в лотов тренируется ну а нахрена тогда ехать на глину а чё на близко на надо ехать да нет да нет мне не ли у даже жалко 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 позора для не корейского старкрафта такого ну а что один участник единственный так нужно ли туда ехать чтобы так отыгрывать не знаю ну лот флот вам посмотрим что то мне кажется что у лотов просто не будут так корейцы тоже разрывать не в твиттер писать много тренироваться побольше ну ладно чё тут говорить такая что есть то есть ничего тут страшного нету абсолютно это нормально это старкрафт где корейцы все решают и есть и 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 Ну, молодцы, там, кто-то подтраливает Лилу, пишет, что, конечно же, ты, типа, отмазался хорошо, обязательно выиграешь Близкон по лотву, вот, и вот этот пуш, вот этот, вот, лайф на самом деле, простите, Лилу на самом деле очень криво провел против такого количества лингов выходить. Во-первых, он не продублировал пилон вот здесь вот, вот здесь пилон бы был бы, вот, если бы еще довар бы сюда прошел, может быть, что-то и получилось, но пилона не было, здесь он упал, часть прироста вообще сожрал лайф в хлам, нужно было как-то вот на это обратить внимание. Ну, и видно, что лайф сам хорошо подготовился, нужно в Nexus было выходить. Субтитры делал DimaTorzok 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 С med Deus Субтитры делал DimaTorzok Друзья твои уходят уже 30 лет Уже некоторых людей не дало молодых тогда больше обременяющих моментов Так же я считаю здесь почему молодые тащат в кореи авантюристы это помогает очень сильно тащить если ты можешь исполнить при этом все на высшем Если ты исполнить не можешь, то это провал сразу будет. Как-то так, мое личное мнение. Об этом можно долго говорить. Через три минутки что-то начнется, там следующий матч. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сказали, что кондиционер не могут что ли хиро ссать. Короче, для хиро температуру увеличили, а для лилву нет. Короче, вот так вот говорят. Ну, не знаю, типа. Ну, че, блин, вот это все, не надо себя приучать, короче. Написал, все, проиграл, виноват, буду тренироваться, все, достаточно. Че там начинать вот это вот буржуйское, это мытье ссаное мне бесит. В росте, скажем, сгрызли как бича три раза, вот и все. Теперь там холодно, жарко, там, я помню, вот это все, вот это хрень. Не учит истории ничему. Наполеон тоже был такой, как лилву небольшенький, думал вот. Ключи ему от Москвы дадут. Пришел, а тут что-то горит все. Головешки какие-то одни. Отмазываться начал там уже сразу. Типа, нечестно, крестьяне с вилами нападают. Как так? Должны еду французикам нести. Нет, ну, холодно, жарко тут тоже. Ну, о чем речь? Нельзя вот это вот, зазнайстом этим, не тоже зазнайстом, как бы, тем более, а так молот, как бы, еще все впереди, нафиг надо, как бы, как-то так. Не будем в историю удаляться. Татары-монголы – это вообще во многом миф, как бы. Не по последним событиям, по многим это подтверждается. И про Куликовскую битву в том числе. Когда было празднование годовщины, ну, даже Путин сказал, что, ну, как-то, что праздновать. Иконница была с двух сторон, как бы, татаро-монгольская. То есть, как гражданская война фактически была. А я думаю, что он побольше знает немножечко. Ну, не хочу здесь это развивать. Нахрен не надо. Вот. Книжка про царей есть. У меня тоже там постоянно движуха была. Туда-сюда там пришли одни на... Короче, просто как дворовая какая-то хрень. Минато внимательный какой, смотрите. Зазнался, зазнался. Значит, скоро не будет тащить. Что, ну, вот обычно так и бывает. Да, я думаю, что это будет лучше. Да, я изменил. О, вау. Ты согласен с тобой? Это очень важно, как человек, чтобы быть согласен с тобой. Я согласен с тобой. Я согласен с тобой. Я могу видеть, что люди говорят, что, например, большие, тяжелые названия на уровне. Но я думаю, что, что такое круто, что мы видим, что мы видим какие-то большие названия, но в другом направлении. Правильно, Минато. Гасич надо писать в чат. Чат для этого и существует. Ну, это все отмазки, Фроза. Ну, понятное дело. Ладно, даже не хочу про это говорить. Просто, когда ты начинаешь отмазываться, понимая, что сам Гасич, ну, это приводит к разбалансировке твоей. Как бы ты понимаешь, что был неправ и в игре, ну, подсознательно, то есть внутри, как бы. И ты понимаешь, что неправ, как бы отмазываясь, говоря, ну, заведомо вещи, как бы ложные, я считаю. Поэтому это не нужно делать, это неправильный путь, как бы, абсолютно. Потому что я помню раньше, когда я еще первый Старкрафт на турнире ходил, тоже там бывало, ну, обидно проиграешь, как-то по-левому, там, может, ты не тренировался, потом всю, там, весь вечер гружат мысли, как так, потому что Старкрафт там болел. Ну, как так, как я мог вообще, как бич, так, ну, и там, ты что-нибудь отмазываешься, как бы, но сам-то понимаешь, что толку нету в этих отмазках. Как-то так. Ну что, тут уже следующая игра у нас, давайте сюда смотреть. Суббайся. 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 Суббайся не проиграл? Суббайся, что наши игры не разные. ДВ, конечно же, до утра. Говорит Пулт, что Рейн не весело играет, как-то, ну вот. Я пропустил, короче, все интервью. Надо переводить эти интервью полностью. Кстати, у нас на Гудгейме Иоаннафтыч писал, так что читайте. Я не читал, честно говоря, кто там что говорит в интервью этих. Мне интересно стало посмотреть статистику, потому что я не смотрел. В 2014-м последний раз играли, и очень давно они как-то играли. В начале 2014-го года, и Пулт, между прочим, по 5 взял у Рейна. Ну, та Рейн, видимо, на спаде дичайшим был. А до этого в 2012-м. Короче, это очень давно было, поэтому даже учитывать можно особо не учитывать. Привет, Раск, спасибо тебе. И в Меон стриме с лапкой, я говорил, как решится мой вопрос с жильем. Как бы, чтобы я стримил отдельно от дома, тогда я думаю, что лапку обязательно запилю. Надеюсь, что как-то в районе Нового Года, там, может, дню рождения моему, этот год ведь какой у нас. И Лотов выходит, и Чарлику 5 лет юбилей в октябре. Маша, 2,5. Мне 30, 30, 30-шечка будет. Точнее, это уже не этот год, 16-й год. Конечно же. И стримы, наверное, будут так, что как-то так. Ну, Полт хороший, да, он как человек такой веселый, очень добрый, позитивный явно человек. Ну, Полт как-то, ну, вот он, самое главное, что он очень талантлив выходит, ему достаточно много лет, но у него очень неплохой контроль, тем не менее. Он придумывает постоянно билды разные, и тренется он фактически только к турнирам, а не полностью. Ну, то есть, понятно, он много играет все равно, но есть периоды, когда он учится, то есть, наверное, вообще не тренется. Лилбул на гудгейм турнирах. Я думаю, Лилбул настолько зазнался, что он не будет играть на гудгейм турнирах. Как вариант стримить такие турниры одному, а с кем-нибудь еще, ну, а с кем еще я буду стримить такие турниры? Когда с кем-то стримишь, тогда не поболеешь, эмоций таких как бы ему тяжело запилить. Ну, если стримить вместе, так уж так официально, как-то там, с кем? А, с Лехой, там, не знаю, или с кем-то еще. Так, Спайкер, трехсотник. Про политику говорить не будем. Скажу просто, я не поддерживаю тот строй, в котором мы живем сейчас. С Санчесом стримим? Я вообще не знаю. С Санчеса даже пару раз голос слышал, все, не знаю, кто это даже. Короче, у Лива там на Твиттере повис весь. Я представляю, какие эмоции, это очень обидно, очень обидно так слить и... Нафиг, короче. Конечно, представьте, главный турнир в году, а тебя просто унижают, так, 0-3, и ты эмоциями переполнен. Ну, это стресс, это реально стресс. Раш Стором придумал он, наверное, он так думает. Раш Стором еще в бете был придуман, как бы это... Даже не знаю, кто это придумал. 2-2-8. Время сейчас. Ну что, еще даже, еще пол третьего, а уже мы экватор прошли фактически. Посмотрим, что сейчас этот матч. Честно говоря, я уже такую усталость начинаю чувствовать. Ну, пока не дико устал, слава богу. Люцифрон, думаешь, ну да, Люцифрон, он и в бете еще играл, я помню, с ним. Играл он там мех, демонстрировал, может, даже и он. На Твиче написано, Рестрим идет. Не знаю, идет он там. Нет. Сейчас проверю. Да, идет. На Твиче Рестрим. Скоро уже, наверное, лайф против Лилбу обработается запись. Америка triumphed over the turtle toss, Роди. Мы знаем, что Полт был хорошим, но он был в форме recently, это большая вопрос. Да, и я имею в виду все права, чтобы задать это большая вопрос. Потому что если вы посмотрите, например, за последние 10 игроков, что все эти парнии, вы посмотрите на Рестрим, вы посмотрите на Рестрим, вы посмотрите, он играет 10 тарантов в последние 2,5, 3 месяца. 7 или 8 of них были карьеры. Вы посмотрите, что Полт, вы посмотрите на 10 Твпс. Короче, Роттердам правильная вещь играет. Рейн очень много играл с тиранами официальных игр, с корейскими в последнее время. А Полта и официального матча не найдешь. Но это... И он проиграл до этого. Но это как минус Полта, так и плюс, потому что он ведь может удивить. Ну, посмотрим, главное исполнение. Наконец-то игра начинается. Поехали. Насчет Трио Ти Эмпайр Зерк Рева. Лучше Рева, Вердос и Зерк. Зерку не завидую. Адольфа нужно вызывать будет сразу. Вот. Шутки шутками, но я... Одинокий волк. Ночной уже тема поехала. Вот. Как-то одному привычную. Ну, могу и не один стримить. Ну, желательно с тем, кого я хорошо знаю, типа Агвера, Миши, Майкера. Не знаю, чтобы в теме быть. Голосовалка запилена за красивую игру. Я, поехали. Ну, что, думаю, что здесь Рейн победит со счетом 3-1 или 3-0. Как-нибудь так. Ну, а может, пол-то удивит. Поехали. Спокойную щебзик. Нам пока не до сна. Битва разгорается только. Ну, все-таки Бернет-чика у Рейна. Стеночка на Мэне есть такая. Антилипер. На этой карте нужна ли она вообще? Здесь все равно пространства очень много. Ну, с другой стороны, там не полетать будет. Ну, что, Нексус Рейн заказываю. Двумя пробками к СМ-ку отогнал. Голосовалку, с кем мне постримить Старкрафт. Я думаю, с самим собой один вариант нормальный тоже. Ну, это фановая, конечно, голосовалка. Да мне что-то флом писать. Реально, я уже... Энергия. Сейчас нужно, чтобы второе дыхание открылось. Сейчас чувствую такой переломный момент наступает. Нужно пересидеть, и вот, а проще будет. Чуть от кофейка такой вот. Непонятное ощущение, когда так не по себе становится. На измене, короче. Нексус строится. Ну, как вы знаете, нормальные пацаны всегда на измене. Рипер прилетает. Ну, это как раз от кофейка эффект, походу. Температура 39, Грейм Омин. Поправляйся. Здоровья тебе. Нет, уж, но еще не буду. Старгейд у Рейна. В общем, все стандартно. Пулт играет через передроп минок, насколько я вижу. И это не Оракула у Рейна, а Феникс. Я такого опунинга давно, кстати, не видел. Уже редко сейчас так просто играет. То есть, Рейн хочет сыграть от стабильности. Законтрить как раз все эти передропы. И тем самым взять преимущество. Женя вся эта 1-0-9, но вообще это цитата откуда-то из какого-то фильма, возможно, даже помню, что где-то такое было. Типа снэтч, оно, наверное, не оттуда. Ну что, полетела 1 минка от Полта. У Рейна строится робот. Два Феникса есть. Фениксов еще плюс в чем. Они не только сбивают Медиваки, они могут минки поднимать до закупки. И они-то дэмэджа не смогут нанести никакого. Странно тут. Медивак петляет. Просто Полт не знает, куда полететь в каком направлении. Путает следы и пролетает через Vision Observer. А нет, это его рипер стоит, о чем я говорю. На вторую базу собрался врываться. Но там Феникса рядом. Так, минка копает. Успел Рейн поднять, молодец. И, конечно же, не отпускает и Медивак. Первый не то чтобы провал, первый звоночек для Полта. Ничего не получилось сделать. Потеря двух юнитов Медивака и минки. Ну, это не катастрофа. Но рабочих у Рейна больше. Фениксы сейчас прилетят. Харасит еще. Вот они прилетают. Красту редко не готова. Аккуратнее, правда, с минками нужно быть. Сейчас как раз-таки. Две минки. Ой, как хорошо. Какой залп хороший. Ответочка от Полта заходит на ура. Один Феникс минус. И остальные просто в мясо дэмэдженные. В итоге их маленькие просто там за залп будут поля сбивать. Это один вообще краснющий. Лук Дук, ты меня очень сильно расстроил. Я этого значнее говорю, если из такой хренотни эта фраза. С такими косяками можно оказаться единственным лохом на своем же стриме. Так, приходят маленькие мародеры. Собирается Полт Камни пробивать к 6 часам. И Харасит с той стороны, видимо. Ну что же, по лимиту чуточек больше Полта. Третий сэшк строится. Грейды понемножечку делаются. Пришел Полт, видит то, что третьего Никсуса нет. Хренеть, кто там голосует вообще постоянно? То за ливу процентов много, то за Полта 75. Ну что же, Марика подрезает. Рейн третий Никсус собирается ставить. Очень надежно Рейн отыгрывает сейчас. Очень надежно. Как Полт и говорил, все от обороны, все стандартно. Феникса, выход в колоссов идет, сталкеры доваркиваются. Блинт начал сделаться уже, точнее он не начал, почти готов, кстати, даже больше половины. Две трети готовности. Пилонов у Рейна на карте для контроля много. Фатоночки везде тут есть. Поле, мид, 126-143. Но это не критично для Протуса, как бы он может с таким лимитом тащить. ЦЦ-шка третья от Полта. Ненамного раньше, чем Никсус начнет добываться. Рабочих у Рейна чуточку больше. Здесь сразу три зилка, так оперативно просто с пилона через камни варпятся. Заходят на третью базу и великолепная реакция от Полта. Никто не погиб. Так, за Полту 31% победу 105 людей проголосовало. Рейныч 26. И у нас за Полта тоже больше, но любят Полта. За красивую игру 23, у париков 20 очки нет. Ну что, тут минус пилон. Полт понимает, где пилон. Два сразу нашел. Рейнк на глава пилонов наставил. Саплай-блока, правда, не будет. Фениксы прилетают. Минус три сразу же. Ну, чуть-чуть косяков много от Рейна. Сейчас можно ведь и отдаться. Полт играет без викингов тоже стилем. Но пока я не вижу, чтобы он шатал. Если играть таким стилем, нужно постоянный контакт. Постоянно что-то убивать. Пусть сам будешь терять. Но нужно шатать. Может быть, масс-дропами собирается Полт действительно шатать. Посмотрим. Ва-2 Полт заопиливает. Три барака плюс. Выдвигается в центр на двадцатку лимита. Его больше. Обсервисит видит, где находится Полт. Ну и пошли так называемые дум-дропы. То есть гигантские дропы. Шесть медиваков от Полта. Вот он отвлекает часть юнитов. Он собирается прямо на Рейна дропнуться. Посмотрите, какое великолеп... Ё-моё! Ребятки, да к Полту Рейна сейчас развалить может. Хотя до варп от Рейна хороший прирост. Другая часть юнитов с мейна подходит очень оперативно. И вот этот дроп был уничтожен. Полт разваливается. Процессы оказались не такими никчемными, как... Как можно было бы представить. И Рейн разваливается нафиг. По Минкам, правда, зря гуляет. Короче говоря, очень оперативно Рейн сейчас отбился. Не знаю, там с Эвкой. Либо как он подвел всех юнитов так быстро. Хорошо. И Призмой начинает сейчас схарасить. Задумка от Полта была хорошая. Мне уже показалось, что она получится. Но у Полта, я считаю, было неравномерное разделение юнитов. То есть у него 6 полных медиваков в дропе было. И всего лишь где-то примерно там как 2-2,5 полных медивака на земле. Вот если бы у него было в дропе 4 медивака, и та группа, которая атаковала первой по земле, была бы больше. Эффект лучше бы был, мне так кажется. Но что сделал, то сделал. Так что как-то, ну, как-то так. Полгрейдам у Полта хорошая ситуация. Скоро будет так. Он 2-2 делает. А у Рейна... Да, 2-2 у Полта уже есть. У Рейна только-только 2-2 делается. Хороший дропчик сейчас проходит на третью. В то время как Рейн гуляет по центру, пытаясь убить своего оппонента. Но это вот очень опасно. И по минкам сейчас Рейн гуляет. Кстати говоря, пошли фидбэки. Призма на Мэй не развалилась. Пошел размен, ребятки. Это 1-0 Полт, похоже. Что-то по... Ситуация по лимиту мне говорит, что Рейна очень тяжело вытащить будет. Гэгэ пишет, Рейн великолепный. Полт 1-0. Три медивака дропнуть на тех, кто были, и про два остальных на подходящие войска. Если бы так бы дропнул, это для Рейна идеальный был бы вариант. Он бы в каждом направлении развалил бы все нахрен. Почему? Потому что суть вот этой темы, которую Мару первым начал исполнять, когда часть по земле, часть дропа делается в чем? В том, что у Протса из-за того, что дропы невероятно мобильные, Тирана, и он задропывает по разным краям, Протас вынужден армию делить на две части. И Тиран и так, имея преимущество по лимиту, отсекает просто одну часть от другой всей своей армии неожиданным дропом. И очень быстро убивает одну часть, а вторая просто подходит и уже тоже ее принимает. Здесь же не получилось рассечь нормально. Ну что, показывают повторы. Полт опасен. Ну, а очень правильно здесь Полт делал что? Что с грейдами он хорошо работал. По грейдам опережения Тирана против Протса это всегда очень большой плюс. Такая картинка на ютубе, зато ни хрена не лагает здесь вообще, что очень-очень круто. Так, я здесь, не могу. четыре зелоба берутся на тираном, и уберите тираном, и фоеникс ввозь, и 7-8 уничтожили, и это не было. Это было не так, когда он выключил прямо по науке, и 4 из 5 фоениксов просто подгнувшись от взрыва, и зато, и, конечно, немного обманутся. Несколько правильных, так как мы можем сказать, игроков Рейнц-калибра, но это время идти в Терраформ, для игрок номер 2. Как и наш игрок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лучше ничего лишнего не вставлять Может быть все нормально будет И многим людям это поможет Посмотреть просто потом У нас же Говорят там мультик новый К Хэллоуину вышел какой-то Вот Ну что же ЦСшка грейдится И Рей решил что Чизануть пора Павел Пагарцев Конечно же это был 5 И это написано вот Тут Ну что Старгейт от Рейна Неожиданно Пулт 1-0 Павел Ни о чем серия Да праздник Ни о чем Беспонтовый Не праздник вообще Я бы так сказал И Старг радость Ни при чем Ну что же Неожиданно Пулт 1-0 Павел Хотя он явно Не фаворит И посмотрите Что Ой-ой-ой Ребята Что Пулт творит Это просто Масс-малик Без каких Либо Грейдов Аверс Убери первые Для буквы Первые две буквы И ты поймешь Для кого Праздник Ладно Это реально Ночная тема Начинается У меня Прилетает Оракул 3 ксмки Минус 4 минус На бункер Уже ломиться Не стоит Ну что же Еще 2 барака Ставят Пулт Посмотрите Что творится 6 бараков Марики То есть это То есть это Выход На 6 бараков Масс-малике Плюс ксмки А Посмотрите Арейн играет Сейчас В грелок Это значит Только одно Что Это может Удаться Для Пулта Но Оракулы Сейчас Очень удачно Харасит Минус Несколько Мариков Минус ксмки Лимита Рейна Значительно Больше Но у него Нету Никакого Сплэша Сейчас Вот в чем Проблема Стимпак Заказан То есть Ага То есть Это Врыв Без Медиваков Идет А Рейн Пушит Семи Гейтов Тем Самым Как Не Видится Пока Рейн Контрит Вот Этот Билд Потому Что У него Маз Гейты Против Маз Продакшена Тирана Но Продакшен Тирана Без Медиваков А Просто По земле То есть Тут Как бы В размин Будет Не очень Выгодно Получается Идти Ты будешь Простимпачиваться Терять Часть ХП Ну И Даже Если Здесь Полт Пробьет Часть А Рейн Его Пробьет То Будет Не Очень Два Оракула Прилетают Опять Харасит Плюс Эти Оракула Доставучие Уже Тут Всю Экономику Выжгли Пилончики Новые Сейчас Будут Заказаны Три Грелки Сейчас Будут Особенно Если Рейн Проатакует До Готовности До Готовности Стима И Ну Ничего Не Поделаешь Но Когда Твоя Задумка Так Просто Контриться Жестко Это Печаль Заходит Рейн То Есть Ну Просто В слепую Рейн Сейчас Грубо говоря Контрит И Хорошего Десьма Цц Моментально Падает Пол Вместо Того Чтоб Ити В Атаку Домой Ити Отбиваться От Этим Мне Кажется Это Перебор Цц Уже Потерял Нужно Ити В Приходят Юниты Они Приходят Не в Попад На Мэйне Здесь Тоже Печаль Стимпак Готов Щиты Мариком Не готовы Даже На Мэйне Смогут Эти Юниты Зайти Короче По Частям Рейн Пол Тограмит Это 1 1 Скорее Всего Филд Великолепно Оракулы Разбирают 98 На 39 По Лимиту Очевидно Что ГГ Да и Грилки Жгут И Оракул Жил До сих Пор Вообще Вхлама Это Называется ГГ Пишет Пол Ну идея Была Хорошая Если бы Рейн Играл Реально Не попал Сейчас В билд Для Пол Играя Рейн Макро Нормальная Стабильная Как он Обычно И делает Не Чизи Он Решил Пол Удивить И Удивление В тему Пошло Потому что Рейн Абсолютно Не готов Один на один Счет Как Следующая Карта Ну Ждем Игру Если Рейн Сейчас Возьмет Кактус Я думаю Что Дальше Уже Дело Техники Будет И Это Не Закономерность Будет Что Пол Взял Первую А Вкативший Билд Взял 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 Так, ребят, встану, похожу здесь. Могу размять немножечко, кладочный квадратик, запиливаем. Начинаем. Нашел, по-моему, в блоке, все посыпалось нахуй. Ну что, ребят, кактутся кросс-лиспы. Посмотрим, что забилы здесь будут. Может, Рейн прочистит. В прошлой игре чист, конечно, от Рейна очень сильно зашел. Так, рекламу забыл запилить, прошу прощения. В самом начале пилю. Ну и как обычно, благодарю за блоки, отключенные подписки на премиум и, конечно же, поддержку. С реквизитом или через плеер. В этот раз через Липера открывается полк. Что за шоколадка-то такая странная? Минладцев, сунгколы, подкорн, жирная карамель. А это, думаю, что во рту там щелкает. Это как прыгающие конфеты такие в детстве эти. Непонятная хрень. Ну что, Рейн заказан. КСМ-ка разведают. Рейн тоже приходит, друг друга находит. Понятно, что кросс. Пробка будет, естественно, потеряна. Рейн сейчас вылетит. Хотя Рейн очень быстро уходит. Да не, Рейн тут как ястребок настигнет сейчас эту пробку. Хищный. Быстро уничтожает. Идет полк на разведку в правый верхний угол. Не знаю пока где Рейн живет. Вот сейчас приедет, увидит Нексус. Полетит в правильном направлении, естественно. Ликвид Черн. Ничего странного в этом нет. Нужно в Старкрафте. Одно дело четкое исполнение билд. Психологическая готовность. А другое, когда при этом всем ты еще и удивляешь. А чтобы удивлять, нужно играть необычно. То есть, нужно уметь на каждой карте отыграть несколько видов билдов. И если на маленькой ЦЦшку не ждут, то на большой ее ждут. И просто сможет сам как-то прочизить. Либо халявно сыграть. За что Рейпер все контрит, в принципе. Да, это что. Я очень люблю это, когда Терра players это делали. Я не думаю, Болт будет делать это. После их открывания будет скобироваться, просто уйти на Мэнсен. Я думаю, это очень крутой игрой. Конечно, нужно только 2-без и колоссой. Но это еще и не проблема? Да, это сложный. Я бы так считаю, что натуральный ЧОппойт очень открыт. И этот 3-без очень легко снять. Ну что же, Рейн играет в этот раз стандартно, через фожу стабильно достаточно. Ну что, Рипер тут шакалит, летает. Пытается что-то увидеть, может наверх зайти сейчас. Естественно, Рейн его видит апсервером своим. Ну и, кстати, интересный какой-то билд. Призма Робо Бэй, но это не будет дропом Колосса, потому что Робо Бэй не очень-то успевает. Скорее всего, Призма полетит вперед. Какими-то зелками будет Рейн Харасить Полта. При этом выходить в стандарт Колосса Блинк. Призма по левой части карты облетает сейчас пытается. Первому Старкрафту. Первому Старкрафту, первый Старкрафт 15 лет проходил. Ну да, ВЦГ. ВЦГ были корейские, также турниры МСЛ, ОГН и ВЦГ, собственно говоря. Плюс все остальные. ВЦГ это как ВЦС был, с некорейцами. Вот, международные были. Внутрикорейские, как GSL и Старлига сейчас два турнира. PSL как бы более престижный считался, как GSL, а MSL типа Старлига. Как-то так. Плюс проливы, конечно же. Ну что, Пулт выдвигается. Иллюзия Оракула вперед летит. Пулт ее пока не видит. Пробка ездит, Марик ее нашел тут случайно. Надо за стимпатчиса убить, конечно. Ну и Призма вперед летит. Ну что, два зилка на второй. Два зилка в Призме летят на мейн. Три КСМ-очки забирает у нас Рейн. Да, Варп еще пять зилков идет на мейне. Пулт что-то КСМ-ки не отводит. А почему он не отводит КСМ-ки? Минус Призма ужасный просто. Харас отдал, короче говоря, два зилка на второй и пять... А нет. Ну да. Девять зилков. Призма. Тысяча сто минералов на пять КСМ-ок. Это просто... Джеки Чан, Смайл, блин. Ну или как этот за голову берется, когда к фейс-палму. Что-то такое. Это было сейчас со стороны Рейна. У Пулта вовсю третья ЦЦ-шка добывается. Вовсю. Пять бараков работают. Рейн только-только 12 часов Нексус заказал. 30 лимита преимущества. Если Пулт сейчас не будет тупить, поймет свою ситуацию, то он просто задавит, я считаю, Рейна. Дарк Мессия. Кто фаворит в матче Гидра Дрим? Ну, по статистике Гидра три раза выигрывал в официальных матчах Дрима. Но это было в 2014 году еще. Я же считаю, что Дрим фаворит явный, так как он один из топовых тиранов. Правда, последнее время на схвате. Вот ТВЗ у него всегда было хорошее. А Гидра еврокореец. То есть, ну тут, если бы он играл вообще в Корее, я не уверен, что он бы попал вообще в топ-16. Лискон, к примеру. Ну что, приходит Пулт. 180-135 по лимиту. Блин, если Пулт эту игру проиграет, это его ошибка только будет. Все равно у нас патик в последнее время Дрим. Как бы там он один матч не отыграл. Потому что он не тащит сейчас уже, когда на Стар Лиге он там проходил финал. Ну что, минус Дарки пытался сейчас расшатать Рейн Дарками. Пулт ставит и четвертую, и пятую одновременно, кстати говоря. Рейн тут отгоняет газ, восстанавливает Пулт. Тут какой-то целой гигантской армии с пятью мидиваками. Газ там один заберет и все. Будут ли Викинги? Нет. Викингов нету. 2-2 грейды. Похоже на первую игру. Сейчас и по лимиту, и по всему ситуации. Но если даст Рейну жить, Пулт сейчас, я думаю, все может измениться. А по грейдам у Рейна уже лучше. У него 2-1 на 1-1. Ну как лучше? Сопоставимо на самом деле. Я уже не раз говорил, что Пултсу нужно 3 грейда, в отличие от Тирана, которому нужно 2 всего лишь делать. У Пултса есть еще поля. Ну и с одной форжи Рейн делает. То есть Пултс 2-2 грейдами нагонит. Оппонент своего получается. И попытки шатать идут. Видел сейчас Рейн Медиваки. Идет быстрее на мейн. Здесь 3 зелка до варп. Ну они время очень неплохо тянут сейчас. Зелков еще до варп пошел. Чарж готов у Рейна. Пулт пытается разбираться. Под блинг от Рейна пошел. Под блинг ничего не забирает, кроме пустого Медивака. И тут вот еще загружено плюс к тем трем, что есть, еще 5, по-моему, Медиваков летает. И с Пултс сейчас 2 направлений, даже 6, или 6 здесь даже, 6. Но Рейн прекрасно видит, что происходит. Если Пултс сейчас таким гигантским дропом пойдет вперед, то может и развалиться. И не одновременно он приходит. Сначала 1 дроп, потом 2. Довар взялков, фидбеки великолепны. Успевает на мейн колоссов Рейн привести контроль. Просто замечательный. В хлам Пулта здесь. Контрит эти дропы. И еще, по-моему, Пулту здесь будет тяжело уйти. Хотя, ничего не убил вообще. Только продемонжил Медиваки. Все улетело. Но по лимиту уже равная ситуация. Отдача просто жесткая. Вот что-то Пулт, как вот это делает, слив какой-то начинается. Четвертый Нексус у Рейна. Короче, пассивно, в общем-то, никуда не двигаясь. Рейн получает преимущество, потому что оппонент дропается на него, как бешеный, сломя голову Пулт ломится. Но не очень хорошо получается. Вентилятор у микрофона крутится. Да нет, ничего не крутится. Работает холодильник, часы текают. Кулер, может быть, слышно. Слева тут системник стоит. Вот на расстоянии метра от микрофона. 199-193 по лимиту. Рабочих чуть больше, просто. Пулт красавчик, что, 3-3 грады делает? А, это мы тебя. Бывает, бывает, ничего страшного. Ну что, по карте Пулт гуляет. Гулять-то гуляет, но лимита 200, атаки пока не идет. Вот, посмотрите, если ты таким стилем играешь и не реализовываешь, то получается, что у Протса все технологии, у Протса грейды, у Протса 200. И как это в лоб? Хотя нет, здесь викинги есть. И даже грейд сейчас на атаку, сейчас им доделается. Но у Протса-то уже 3 армора, и викинги смогут ли разобрать. Здесь штормовички подходят. А есть ли шторм? Фидбэки. А что, шторму нету? Грейда, что ли? А что это было-то? Ё-моё! Рейн про... Это называется бичовня какая-то от Рейна сейчас продемонстрирована была. Ни одного шторма не выкинул, слил все. Что-то Ютуб зафризило в мясо. Что происходит-то, блин? Давайте сюда ворвемся. Может, и здесь, и качество. Здесь, кстати, по цветовой гамме, да, как-то получше. Вот. Рейн пытается держаться. 90-100. Охренеть, да, ворву. 116 на 140. Несмотря на то, что Рейн такую бичовню продемонстрировал, развалился, он все равно смог отбиться. И по лимиту адекватная ситуация. Ну, у Полта уже шестая ЦЦ-шка есть. Извиняюсь, что я не виноват, что с Ютубом такая хренатень происходит. Что-то у нас странное количество людей в чатике. Зелки заходят. Планетарку собирается тут Рейн Полту забрать. Можно попытаться вычинить. Но зелки моментально. Мулов и КСМ их сбривают. Планетарка уничтожена. Полт пытается прийти, отбить. Но отбить уже планетарку не получится. Но зелков можно сбрить, зайти. Что Полта делает. 41-184 по лимиту. Рейна 3-2. Грейды третья атака делается. Полей нет. Так, пытается Рейн шатать. Терпит фиаско на своем шатании. Теряет очень много зелков. Здесь у нас штормовики заходят. Пытаются проштормить КСМ. Ну, проштормил маленько Рейн, да, здесь. Фокус пошел. Еще один шторм. 5 КСМ все погибает. Ну, вот куда так Рейн ломится? Лимит от 193 на 140. Разница колоссальная просто. По два колосса, правда, строит. Кстати, по два колосса Рейн строит. Но их нужно прикрывать, значит. Нет, дело не в том, что пол странный. Дело в том, что под европейцев он и не готовится по ходу. А вот под корейцев, во-первых, знает их стиль. Во-вторых, то есть знает, чем взять. И готовится совершенно по-другому, видимо, к финальным турнирам. Ну, что, заходит на 12 пол. Штормовиков достаточно много. Фотонок 4 штуки у Рейна тоже здесь. Где штормы-то? Это Рейн, блин, что за контроль-то такой? Успел из 4 штормов только 2 выкинуть. В это время налом на мэн идет. Фидбэки кидает Рейну. Почему-то штормовик всего один. Полт успевает дропнуться на мэне. Очень большие вопросы проблемы. Падают гейты, падают юниты. Так, на 12-ти тут 5 колоссов. Все выжигают нахрен. Полт разваливается на мэне. Зилки плюс шторм. Все убивают. Великолепно. Рейн успевает Архона слить. Очень жесткая игра. Контроль идет жесточайше. Но уже по лимиту равная ситуация сейчас. Ну что, у Полта уже третья атака пошла на викингов, на технику. То есть, две уже есть. Рейн заделывает поля решения правильные. Поля необходимы. Тут видно, что Тиран без гастов играет. Да даже если и с гастами поля тоже не лишние. Попытка прошатать еще. Опять дроп идет. Тут дропчик слабенький. Рейн готов на мэне. А готов ли Рейн колоссов отгонять? Чем викингов от колоссов отгонять? Там буквально три сталкера с ними ходят. Опасно, поэтому... Если у нас врыв идет... Опять же, на третьей базе пытаются Полт расхарасить. На 12-й тоже пытаются зайти часов. Ловят шторм. Ловят еще шторм и уходят. Сейчас колоссы подошли. Лимиты, правда, все время 200 его держат. Держатся. Гасты пошли у Полт. Но без гастов на лейте и на самом не выиграть. Это очевидный момент. И с гастами это тяжело с Процессом. Потому что там до варпы надо идеально провести бой. А идеально... Ну, это сами понимаете, что идеально-то и не бывает практически никогда. Ну что, два колосса на халяву. Неожиданная позиция. Крутая для Полта. Колоссы разваливаются все просто. Есть гасты. Но штормы от Рейна проходят. 133, 178. Что за дерьмо вообще? Штормы еще проходят. Рейн каким-то чудом держится. Блин, вот пришел на этот плеер. А здесь все еще... Все зависло, ребят. Сейчас я обновлю YouTube. Идет замес в это время. Так, на YouTube возвращаюсь. Все работает здесь. Замес мы пропустили. Рейн живет вроде бы. Но посмотрите ситуацию по экономике, по лимиту. Все, возвращаюсь на YouTube. Короче говоря, Рейн хочет жив. Базы у него кончаются. Две осталось. По грейдам у Полта все замечательно. Несмотря на то, что Рейн уже вторые поля делает. И по лимиту, по экономике гигантское отставание. То есть здесь исключительно на приросте Пол будет тащить. И я так думаю, что тут уже очень тяжело Рейну выиграть будет. Очень тяжело. Хотя пятый не к суд ставит. Ну вот пятый далековато. Опять же, армию нужно разделять. Опять пошло шатание. Да, нужно шатать тиранов, чтобы атаки не было. Но проблема в чем еще здесь очень серьезная? В том, что у тебя нет 200. Ты отстаешь очень сильно. И тратишь решу уши на шатание. Если оно не будет работать, то ты отдаешь даже ту ситуацию, которая складывается на данный момент. А Рейна прямо каких-то серьезных успехов от шатания. Фаталити своего не добивается. То есть лимит как был, так и держится. Он печальный какой-то. Пора обам тирана, конечно, меньше. Но уже мулами добывает у него запас гигантский по ресурсам. Боевого лимита на 40. Как бы просить на 60 больше сейчас. Пол-то это значит, что если он сейчас вперед пойдет, Рейну невероятно сложно будет отбиться. Ну а пол двигается вперед. Всеми своими, не побоюсь этого слова, 105 этих цифр. Точнее, 157 боевого лимита. У него все 43 ксм. Но если штормы как-то лягут, хорошо. Может быть, что-то и получится у Рейна. Здесь призма проверяет, что происходит. Минус призма. Заходит Рейн кверху. Кидает штормы. Гастов невероятные уже какие-то количества. Штормы проходят. Если Апсирь викингов всех вообще потерял. Ё-моё. Пол всех викингов потерял. Но колоссов-то всего два. А прикрытия у колоссов вообще нет. И штормы кончаются. 170 на 120. Пол Рейна вообще в хломищу сейчас разваливает. И 176 на 92. Тут штормы из призма. 2-1 Полт. Неожиданно. Я не думал, что здесь напряженные игры такие будут. Да еще Полт заявку делает вообще на победу. Хорошо, что сюда не стал ставить. Рейна по-любому поставил. Там, где я предполагал, не сросло. Зест и Фэнтези так себя отыграли, мягко говоря. А вот Полт вообще удивляет. Я думаю, что колоссов и скорб, это не должно происходить. Ну, и все равно. Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, Аверс, следующая стадия 6-7 числа. А завтра я буду спать. А с вечера или же с послезавтра будет продолжение волокомпании. Надо до выхода пройти. Лот, Вейвол и Ходс, естественно. Аверс, следующая стадия. А, кондиционер не холодит. Ну да, это Ливгол виноват. Сейчас Рейн проиграет. Напишут, Ливгол тут холодно было. Поставили, стало жарко. Да нет, корейцы так делать, конечно же, не будут. Все это шутки. Немножечко реклама. Ну что же, погнали. Спасибо. 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 Бункер готов. Бункер готов. Все нормально. Рабочих 13-20 в пользу Рейна. Но нужно Нексус ставить. Сцшки у Полт пока нету. Два марика заказаны, а в бункере то никого нету. Сейчас они выйдут и естественно Сталкера отгонят Полт в итоге. Нексус Рейном заказан, все марики вышли, сталкер отгоняется. Сцшки у Полта нету, но передроп минок может подрешает. И вообще инновейшн не победитель его написал. То есть он уже думал об инновейшне, да, как бы? Не надо думать об инновейшне, когда ты с лайфом играешь. Да и Артем Сливко писал тоже, ну нахрен гриды делать, тираны, все равно им это из того же разряда, как по мне. Да и Артем Сливко. Ну что же, меняется местами сейчас барак с фактой. Полт однобазовую, кстати, тему сейчас делает с передропом Марика Гелионов или даже с врывом Гелиона Марика. Марики идут минусовать гей сейчас. Минус сталкер сейчас Полт делает. Вот это вообще неприятно будет, то что минус сталкер. Так как сейчас Гелионы плюс Марики могут очень-очень сильный шукер навести. И посмотрите, что самое интересное. Посмотрите, сколько задумок у Полт. Просто царь. Вот в очередной раз убеждает, что игрок просто великолепный. Практики меньше, чем у всех. Посмотрите, сколько билдов он придумывает, а? Стимпак до ЦЦшки. Прямо там вообще прикол. Ну что, если сейчас Полт продавливает, то это... Зил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Счета все притихли. Ха-ха-ха. Да и по-боевому одинаково. Спасибо, Зил, тебе за очередную сотку, ребят. Разбавило мне вот это даже голос как-то. Я испугался немножечко сейчас голоса нашей Яндекс. Женщины. Ха-ха. Ну, приободрило маленечко. Ну что, Рейн ставит точку фактически в этой игре. Под Пушем приходит в ответку к Полту. Бункера нету. Мариков укуснул. Сейчас будет еще... А, нет, тут Пилона нет. Да, Варпа не будет. Но Рейн уже третий никто ставит. И я думаю, что уже Полт... Ну, точно. Ничего здесь не сможет сделать. Взгляните на лимиты. Чуть ли не двухкратная разница. Парабам 49-25 совсем беда. Ну что, гейт падает. Стимпак у Полта есть щитов. Щиты есть ли. Не обратил я сейчас внимание. Да, про Риту помню. У нас тоже Лита будет. Как зовут-то нашу подругу? Объявляется конкурс. Ну что, пытается Полт подшатать 69-106 по лимиту. Минут перебор. Как револьвершин. Ай. Ребят. Ну что же, 83-113. Полт будет, конечно же, улынись. С двух баз в третью я не вижу смысла выходить. Если только как-то получится грамотно экономику сломать с оппоненту. Сейчас щиты скоро будут готовы. Но боевого лимита чуточку меньше. Даже Полта сейчас. А вряд ли при таком раскладе получится расшатать. Строит он уже викингов. Видимо, будет выход двух базовый с викингами. На КСМ как делаться. Ну, третий Некст уже давненько добывается. И он уже себя окупит скоро. То есть, выход нужно вот-вот сейчас делать, чтобы получился он. Ну, посмотрите, боевой лимит Рейна. Он намного больше, чем и Полта уже. И Рейн сам вперед идет. Собирается ставить точку в этой игре. Ну что, 160-117 по лимиту. Приходит Хиро. Ой, Рейн, простите. У Полта ни одного бункера нет. И ни одного медивака. А нет, два медивака есть. Просто сзади готовится врыв. Врыв сзади не решает. Слишком мало лимита. Это 2-2, конечно же. Пишет Полт ГГ. Ждем решающую пятую. Сейчас игру мы. Ну что же. Первый матч, где счет 2-2. Первый матч. Других таких пока не было. Так. На Яндекс 50 рублей приходит. Но я уже устал оболтать. Хочу на ручки и спать в комментариях. Что это за такое творчество? Я тоже на ручки, конечно, не хочу. Но поспать бы. Поспал бы уже. Но нужно до конца гейминг демонстрировать. Оп. И Проко на WebMoney 10 долларов присылает. Спасибо тебе. Спасибо за стримы. Ты лучший стример в РФ. Спасибо большое. Очень. Такие слова прибавляют мотивации. Спасибо большое, ребят. Всем за поддержку. Очень приятно. Ну. До конца стриминг также сегодня. Через. Через. Погодите. Через. Сколько? Зил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Рита, конечно. Револьверши всякие на другом канале. Служу Отечеству. Спасибо тебе Зилу. Очень приятно. Всем, ребят, спасибо. Через час двадцать пять будет двенадцать часов стрима. Ну, шестнадцать часов не тянет этот стрим на рекордный. Потому что быстро игры достаточно проходят. Добрый бой Рейсс. Короче, ребят, всем респект. Всем спасибо. С шестого и седьмого не пропустите вторую часть Близзкона. Не пропускайте. И компанию. Муиджир. Через плеер. От пятидесяти ре. говорит наша рита меньше не говорю ну что ребят нужно поактивнее мне видимо говорить все-таки пятая решающая игра две минуты позади игровых это примерно 80 не примерно это 84 секунды реальных то есть сколько это получается минуту 22 как-то так пошел пилончик в лотве в этом плане проще таймер показывает реальное время абсолютно вот всем еще раз спасибо за поддержку сегодня кишцарский день такой за последнее время в этом плане бывало и пожёстче в том году да и вообще всякие врывы но очень приятно близко он центральным принципе турнир году ноябрь вообще будет очень насыщенным месяцем даже наверно больше чем октябрь здесь и компания здесь и близко он здесь и выход лотва здесь и dreamhack двадцать седьмого еще какие-то турниры видимо будут вот такие вот дела полт разведывает не находит пока своего оппонента но рипер в правильном направлении полетит рейн судя по всему будет ставить не мазар пор билд будет у нас если делок отменяется да нету с заказом одновременно в рачке 100 цешкой и реактор у полта пошел но в любом случае полт вообще красавец я даже не ожидал что он так четко будет отыгрывать видно что готовился заготовок много до исполнения на высоте но в понимании игры этих компонентах полт всегда силен был ну что харасс идет попытка забрать пробку чуть рипера не потерял на этом муве ну чуть не считается рипер выживает чуть рейн был подконтролил на муве мазеркором наверно бы забрал рипера ну не забрал пробку не забрал рипера все честно пора бам рейн немножко впереди твой лайт за карта сочно ранее уж не собирается ли рейнс агрессивничать здесь ведь на этой карте блин уж хотя что на самом деле на этой карте особо нам и негде ворваться я не скажу что он прям силен здесь реактор кто сильнее партинг или сос ну сос по коэффициентам фаворит я думаю что он действительно тут фаворит потому что вспомните как он играл на последнее время на параллелье просто жестил да и в тем вот он такой темной лошадкой подошел мне непонятно чего от него ожидать а когда касается стоп личников сами знаете где-то грустит один сос как я говорил уже когда кто-то выигрывает 100 тысячный турнир ну или же когда сос не участвуют на нем а сос участвует поэтому грустить не приходится и пока он в игре ну что рибера тут простреливает у нас рейн ну вот из этого матча понятно что коэффициенты явно на рейн завышен можно доверять было полту да коэффициенты везде разные но я с откидбет сотрудничаю естественно ну что пробочка у рейна на карте есть мы это фейковый подпуш видимо будет со сталкерами у полта почти а то в стимпак но почти сами знаете что не считается и вот когда играют тираны без единого бункера на второй базе меня это всегда беспокоит полта тоже это забеспокоило он его добавляет но а представьте если был пуш этот бункер бы не успел уже доделаться но рейн пришел и ушел назад он обманывает оппонент своего ну что третий нет устроиться колосс плюс рейнж заказан сейчас великолепный контроль от рейна одного мародера забирает один тут полудохлый но меди ваке вылечит сейчас как только выйдут третий нет устроен занимает одновременно напрягая своего оппонента и не это работает пока что плюс три этапа что что будет делать путь хороший вопрос не знаю кто тащит в цс но инновейшн как вы видели просто великолепен просто великолепен я никак не мог подумать что с тестом он так отыграет но он просто в дичайшей форме сейчас в отличие от детства которые не лучше было давно уже не лучший кто выиграет сложно сказать сюрпризы могут быть игроки все уровни держи сточайшим ну что полд сбивает все пилончики прокси делается выход от рейна между прочим и что самое главное это улыновый выход потому что третий нексус выходит фейк вам был так минки без потери выбивает рейн сейчас полд готовят забегание сзади на ксм как в колоссы врывается минус колосс раз минус колосс два это минус рейн это 3 2 полд что ли все пуш провален это очевидно но это еще не конец пока но у рейна наипечальнейшая ситуация сейчас вот это да ну кто на пол то поставил тот царь получается так себе исполнение обсказал от рейна но вот сейчас болт сам ловушку попадает улетел только один медивак с юнитами лимиты опять сравниваются и еще пуш не закончен и опять же второй медивак теряет третий полд рейн все разбирает по лимиту в плюсе армии больше бункеров ноль на втором где же бункер хоть один но полтик ну чё за хрень то ну вычинить их можно ну как только что взял игру эту и вы и затащил а потом взял и отдал сразу же нот моментально ну куда-то сзади сэмки вырывается какие периоды драматичный матч вообще самый драматичный пока из происходящих реально битва просто на уровне фантастики здесь идет теряет третью ццшку полд у рейна право третий не кс тоже не раскачан и еще есть все шансы для того чтобы нормально сделать пытается полд утогнать стим патчица много сейчас энергии потеряет миллиард видит мариком что третий них вообще не раскачен и шансы еще остаются сейчас главное хладнокровно поступить а хладнокровно мне кажется лезть не стоит боевого лимита у рейна реально больше намного сейчас агрессивные блинка трейна разбирают пултовских юнитов что-то колосс загулял там один в центре на ксилнаге стоит посмотрите у рейна четыре колосса здесь все три дерутся великолепные филды это начинается уже разгром здесь сталкеры просто об обкладывают сейчас пулта со всех сторон минус все био минус медиваки а ее и просто разгром 78 128 это уже называется просто провал это разгром ребята так все круто начиналось для пол за после того как она тут уж принял что потом с полтом случилось я просто не понимаю он настолько близок был к победе здесь что что оказался невероятно далек так в итоге просто отдавшись гг 3 2 рейн фаворит все таки побеждает но что за последняя игра просто но это нормально полт немножечко перенервничал по ходу дела получив такое гигантское преимущество чё руки-то даже не пожал что-то там кивнул трейн гадёныш игра получилась напряженная полт красавец кивнул тоже вот не ожидал полт видимо такое преимущество получить что нужно было делать ксм вернулись на добычу куда сзади бежать ну на хрена конечно нужно было отойти подкопиться просто все видел что третий не тут не раскачивать чем полт отчетливо это понимал что не ксм ни хрена не раскачивать ну вот так вот и потом контратакой с до варфами рейн просто полта словил на его сверх агрессии интервью с рейном чуть погромче ну что пятое батаре закончено 3 впереди время 3 48 4 часа но у нас еще часа не пойдет точно короче данные часов до 8 9 ну как расстроил полт на самом деле истинных фанатов он должен порадовать был потому что я вот например не ожидал что он так круто отыграет но настолько близок был расстроил тем что такой шанс реально упустил да как бы удивить всех ну ничего здесь не поделаешь что-то рейн задвигает но рейну тут с поевой игре явно на поворит они тянет второе пвп мы кстати в четверть финале получаем и второй процесс полуфинале то есть в каждом из полуфиналов будет просто но но процесс будет играть не с процессом то есть полуфинала не будет зеркалка абсолютно точно финал может там посмотрим что будет я не знаю сейчас это не sending меня в пять не я не знаю что это то есть приближение мы чем у нас сейчас это что-то овторвем мы сейчас нам намного убежали мы если что-то мUA с петля мы можем эту что-то мы будем сейчас в мы что сейчас р мы Да, это интересно сказать, потому что, Ну что, ребят, сейчас я встану, стоп старт сделаю, на заливочку сразу поставлю.